СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ И это в эфире Владимир Сметанин и Азиз Агаев. Добрый день всем. Здравствуйте. Добрый день, уважаемые гости. Добрый день. Мы сейчас представим наших гостей. Но я хочу все-таки предварить нашу тему и представление наших гостей тем, что... В прошлый раз мы говорили о Новорус, о празднике азербайджанцев, дагестанцев, таджиков, узбеков, иранцев, афганцев. Это Новый год, напомню, и наступление весны, и все вместе. Да, скорее всего, можно было назвать это праздником. Обновление прежде всего. И сегодня у нас тема праздничная продолжается. И, наверное, сейчас мы будем тоже говорить об обновлении. И наши гости сегодня представители местной еврейской национальной культурной автономии. Да, председатель Аллеоса Новикова и... И Андрей Брезгин, тоже представители, и еще, к тому же, магистр религиоведения, преподаватель Торы. Добрый день. Добрый день. Андрей Владимирович. Здравствуйте. Вы не первый раз уже в таком составе, именно. Ну, о чем же сегодня мы будем говорить? Ну, все мы прекрасно знаем, что приближается большой светлый праздник. Праздник Пасхи, да. Мы имеем в виду Пасха. Кстати, вот только что уточнил, православная и католическая Пасха в этом году будут праздноваться в один день. Это 16 апреля, воскресенье, то есть через неделю с небольшим. И праздник Пасха, он в разных культурах по-разному называется, но он все-таки есть, присутствует. Да, и вот очень близко в этом году, в этом году, учитывая, что у евреев свой календарь, да? Да. Он лунный календарь, и наверняка этот праздник, о котором мы сейчас будем говорить, а мы будем говорить о празднике Песах, да? Песах и Песах, извините, ведь его повторение. Песах, ну, сразу же понятно, что Пасха, Песах, да? Да, Песах, да. В этом году очень близко совпали с праздником Пасхи, и наши друзья сказали, что еврейская община отмечает в Кировской области 16-го тоже. Да, да. Вот, и как раз это будет, можно сказать, что всеобщий праздник будет в Кировской области. Да, да, да. Семь, мы еще отмечать Пасху. Мы еще упустили протестантов, у них вместе и с православными католиками в этом году. Да, да, да. Вот это три основных направления христианства. Ну, Песах считается самым древним, да, еврейским праздником, самым древним. Давайте вот туда, в Истоке. Ну, это, по крайней мере, самый крупный праздник. Отправимся, самый крупный. Да, да. Ну, и самый важный, я бы сказал, да. Итак. Ну, сначала в историю. Да, конечно. Да, конечно. Почему, что за праздник, почему праздник, пожалуйста. Да, кстати, я хочу напомнить слушателям, что есть у нас видеотрансляция на сайте хакерова.ру. Если вы сейчас туда заглянете, то увидите некое угощение на нашем столе. Наши гости принесли. Ну, во-первых, у нас Матса. Да, поэтому, если мы будем долго не задавать вопросы, то... Начнётся, если хруст в эфире, то имейте в виду, что ведущие заняты, да, а вы продолжайте не обращать внимания, когда мы... Не говорите. Итак, Песах, Пасха — это греческое звучание, это греческий перевод. Происходит от Пасах — это я прохожу или миную. И я потом, чуть попозже объясню. А русское слово «посох»? Ну, скорее всего, нет. Нет, я думаю, что этимология другая. Но вот меня удивляло, что в основном местные люди, особенно у нас, ну, или большинство русских людей, знают в связи с Пасхой яйца и куличи. Да. На самом деле к Пасхе это не имеет практически никакого отношения. Это в основном осталось от старых вот этих культов. Гизических. Дохристианских, да? Да, да, да. Дохристианская традиция. Ну, не случайно в Навруз мы тоже, как бы, вот красим яйца и печём, так сказать, куличи. Да, но там странная история. Там вот то, что Мария Магдалина является к цезарю Тиберию. И вот она ему говорит о том, что Христос воскрес. Ну, то есть, как бы так с подарком темы не очень связаны. Её выглядит очень странно. И я вот, когда смотрел все эти вещи, я подумал, представьте себе, вот мы приходим к нашему президенту и приносим яйцо. Ну, вот, очень странно всё выглядит. И там история такая, что... Ну, наверное, наш президент, он примет и скажет поистину. Нет, ну, он, скорее всего, подумает, что человек неадекватный. Вот в чём дело. Думаете? Я думаю, да. И вот там такая история, что якобы этот Тиберий держал это яйцо, слушал историю о воскресении Христа и начал смеяться, что он говорил, что ну, как это может быть, человек мёртвый воскрес? Да, скорее всего, это вот яйцо сейчас сделается красным, чем какой-то человек может стать живым. Яйцо в этот момент стало красным. Покраснело. Да, покраснело. То есть это вот есть такая предчерденда, предание, да? Да, да, да. Это одно из преданий. Там есть ещё несколько. Но, в общем-то, это всё связано с природными вот этими культами. И в том числе кулич абсолютно к христианству никак не имеет отношения, потому что это символ плодородия, вот эти культы плодородия. Но это не значит, что от куличей надо отказаться и отъедить, да? Ну нет, пожалуйста, но просто нужно понимать, что это к сути дела не имеет отношения. И там вот, например, этот кулич, это фаллический символ, который сверху там ещё символ семиизвержения. Вот это вот всё к христианству отношения не имеет. Ну это просто как бы праздник весны и праздник того, что всё оживает, всё расцветает и зарождается там новая жизнь. Новая жизнь, да. То есть кулич – это такой символ мужского начала, да? Вот такого плодородия, да. Ну как хотите, можно ведь и так, а можно просто сказать, что весной цветут цветы, значит, деревья сбрасывают свои семена. Можно и так, и сяк. Можно проводить аналогии. Можно проводить аналогии. Ну вот сейчас Андрей провёл, так сказать, такую аналогию. И всё-таки. История, да, настоящая, она немножко другая. И суть дела, она другая. И вот история такая, что евреи в определённое время попали в Египет. А произошло это так, что Иосиф, в общем-то, через цепь событий оказался в Египте. И предполагается, что в это время там царствовали гиксосы, гиксосские фараоны. И получается так, что это были, в общем-то, родственники евреи. Потому что они были семитского происхождения, были амории. А как известно, Авраам был аморий по происхождению. И вот эти люди в основном в виде кочевников, кочевых племён, они вращались вокруг Египта. В определённое время они набрались силы. Была экспансия. И они захватили власть. И вот там, значит, Египет делится на две части. А территориальная, например, прямо на континенте, вот, на африканском. Да, да, да. Это Африка, да. И вот такие, фактически, родственники, они, конечно, там, с распростёртыми объятиями через некоторое время принимают родственный народ. Потому что, в общем-то, это укрепление оккупационного режима. И, исходя из этого, понятно потом, почему евреи оказываются в рабстве. Потому что через некоторое время этот оккупационный режим обваливается. И эти вот гости, они оказываются нежелательными. То есть, приходит новая династия, там, какая-то там фараонов, да? Она никак не родственник еврейскому там народу и... Там дело в том, что там потом, после этого, как бы, гиксовские династии, они присутствуют иногда, но там вперемешку и местные, и гиксовские. Но вот уже они не имеют такого тотального влияния, по крайней мере. То есть, уже вот семитские племена, они там не управляют. И понятно, что раз они были помощниками оккупационного режима, то на них изливается ненависть, и их порабощают. Они становятся рабами в Египте. И в Писании, там, в двух местах сказано, что вот в одном месте написано, в Египте евреи были на протяжении 430 лет, и в порабощении они были 400 лет. То есть, скорее всего, 30 лет они жили вольготно, причем, как родственникам им отдали, как ни странно, самые лучшие земли, самые плодородные. И вот они там обитали. А потом, через некоторое время, они страшно страдают, они строят там вот эти, как написано, два новых города, там, Пифом и Пер Рамсес. И их избивают вот эти вот надсмотрщики, над ними издеваются, они там плохо кушают в это время. Ну, как над всеми, кто строил, как над всеми рабами, да? Ну, они рабы. Они были настоящими рабами. И вот мы прослеживаем, что несколько поколений, они как будто бы канули в лету, там ничего замечательного не происходит. То есть, просто народ в это время приобретает какие-то качества. Бог сообщает народу какие-то качества определенные. И потом, когда народ воззвал к Богу, он начал стенать. И мне было удивительно, я когда читал, я думал, а чего же сразу не начали стенать, чего же не стали сразу молиться. и потом они начинают стенать, и Бог даёт человека. Но мы же не знаем, что они стенали или нет. Просто, может быть, так сказать, ну, как вот этот потенциал зарождения там или обновления, он приходит через четыре столетия, может быть, поэтому и появляется Иосиф Красивый, да? Да, да, да. Может быть, вот в нашей стране пора уже стенать, да, начинать не доводить до края, да. Услышит Бог. Да, услышит Бог и даст изменения, хорошую жизнь. И вот они начинают стенать, Бог даёт человека, которого зовут Маше. Маше, потому что там написано, что дочь фараона, которая его нашла в воде, а предыстория была такая, что фараон, видя, как умножается этот народ из опаски переворота, он приказывает всех мальчиков уничтожать, просто убивать. Потенциально будущих воинов, да. Ну, тех, кто может сделать переворот, да, там, или девочек потом разберут, там, скорее всего, мысль такая, они ассимилируются, и там никто уже не вспомнит, что это были евреи. И вот там рождается мальчик, причём от мужа и жены, которые были левиты, они были из левитского колена, то есть это фактически священническое колено. И вот мальчик красивый, там написано, что мама сколько могла, она его укрывала, потому что ей было очень жалко своего малыша отдавать на казнь. Но после трёх месяцев, там, скорее всего, уже серьёзная угроза жизни, и она его кладёт в корзинку, отправляет по воде. И принцесса Египта, она находит этого мальчика, лежащего в этой корзинке, она посмотрела, мальчик красивый, ей, скорее всего, понравился, может быть, ещё материнский инстинкт, и она его принимает в свой дом. А может быть, благословение Господа? Ну, не без этого, это понятно, да? Потому что Иосиф же, в исламской религии он пророком считается, так сказать. Конечно, это Божья воля, но так складываются обстоятельства, и там написано, что она его, вот, глагол используется, который как раз «маше», то есть как бы извлекла из воды. Хотя многие исследователи говорят, что это… «Маше» — это извлекать. Да, извлечённый из воды. И оттуда происходит вот это вот «Моисей», «маше». Хотя многие исследователи говорят, что не могла египетская принцесса назвать на иврите. И, скорее всего, производная от «Мосеса», то есть это вот в Египте сын, и все фараоны там, или очень многие, они как раз имеют вот эту часть, там, Яхмас, например, да, это сын Луны, Рамсес. Рамсес, да. Рамосес, то есть это сын Ра, Солнца, да, и так далее, и так далее. Тутмос, там, ну, вот все вот эти вот товарищи, да. Вот. Благополучно она его извлекла. Он вырастает в дворце фараона, 40 лет он там живёт, получает вот эту вот подготовку сановника. Есть в предании история о том, что он был очень успешный военный начальник. Но вот потом, через некоторое время, ну, вот у него возникают мысли о том, что его народ в очень сильном угнетении. Он потом видит, как надсмотрщик жутко избивает еврея. А я вот, смотрите, Андрей, читал, что в некоторых источниках, что он до определённого времени не знал, что он еврей. Скорее всего, так. Потому что... Он не знал, что он еврей, или Иосиф, да? Да-да-да. Он не знал, что он еврей, да, определённого времени. Ну, если он в таком логическом возрасте, да. По сечению определённого времени, уже когда он, ну, стал разумным, взрослым человеком, то ли родные, значит, ему пришли, так сказать, сказали об этом, и он... Ну, то ли добрые люди во дворце. То ли добрые люди во дворце, да. Да-да-да. Было, как бы, вот так вот, да. И, конечно, до этого и никто не знал, что он еврей. Поэтому он мог и военачальником быть, и он получил прекрасное воспитание там, и всё такое. Да-да-да. Да, извините, что я... Ну, я думаю, что правильный ход мыслей абсолютно. Но вот определённое время он осознаёт, что он еврей, он начинает переживать за свой народ, убивает египтянина, который бьёт его сородича, там, прячет его, ну, и думает, что никто не видел. А потом он вторгается в ссору двух евреев, когда они дерутся, он пытается их разнять. Один из этих евреев в запале говорит, а, ты думаешь, что там никто не видел, как ты убил египтянина, и он понимает, что дело плохо, что просто его... Есть свидетели. Да, есть свидетели, его могут привлечь к суду, что там будет потом, неизвестно, ничего хорошего не ожидается. И он бежит в пустыню, и там знакомится с некоторым священником Итро, Мадиамским священником. И вот там непонятная история, но можно предполагать, что это священник, который знал Бога Всевышнего. То есть не просто какой-то языческий, а по всему похоже, что это был священник Бога Всевышнего. И есть предположение, что на протяжении 40 лет, а он там находится 40 лет еще, то есть 40 лет во дворце, в следующий период еще 40 лет, и он готовится, скорее всего, даже как священник. И... Где? Песах, Песах, где? Да, да, да. Когда мы, собственно, к освобождению... И вот в определенный момент... Они все, на самом деле, очень интересны, они порой очень трогают, иногда ломают... И очень долго можно размышлять, да? Да, они очень часто ломают сознание человека, или переворачивают, как хотите, эти притчи, легенды и так далее, и так далее. Но мы хотим уже к еде переходить, почему мы так вкусно едим. И сократить... Да, да. И вот в определенный момент Бог к нему взывает, он говорит с ним из так называемой неополимой купины, то есть там он видит некоторый несгорающий куст, и Бог ему говорит о том, что он призван, у него есть предназначение, выведи мой народ. Вот, и там Моисей начинает с Богом спорить, вот я этого не могу, и этого я не речист, и у меня там качество не подходит. И Бог входит в гнев, потому что в этой ситуации Моисей, он говорит о своих качествах. А Моисей, он тут действительно старец? Ну, дело в том, что там люди жили гораздо дольше. Или это некий символ такой. Да, и скорее всего это такой средний возраст, но по нашим меркам, да, это совсем глубокий старец, по нашим меркам. Но он-то по-особенному, он не просто раньше люди, он-то по-особенному долго. Он по-особенному долго, да. Как бы жил чуть ли не там, как Авраам, там больше ста лет, там где-то так. Он 120 лет умирает. Да, потому что еще 40 лет в пустыне. Да, и вот он получает это предназначение. Это все-таки необычное, я хочу как бы люди, это все-таки... В общем, поверим в то, что это все-таки были пророками Господа. Нельзя буквально воспринимать. Да, нельзя буквально воспринимать, но тем не менее. Ну, я думаю, что он буквально 120 лет все-таки прожил. И дело в том, что у него вот есть эти три периода, и Бог говорит с ним о своих качествах, а он говорит о своих. И это Бога подводит к раздражению. Вот Бог уже почти готов его убить за это, но потом в конце концов Моисей соглашается. Покорился. Да, получает это предназначение вывести Божий народ. И Бог ему в это время открывается, он говорит, ты кто? Да, и он говорит, Бог ему говорит, я эхея шарахе, то есть я буду тем, кто я буду. И тут вот есть такая линия, что большинство народов были завязаны на практику имен, то есть я могу манипулировать Богом. А тут Бог как бы говорит, что я буду такой, какого ты найдешь. Вот ты должен со мной общаться и каждый раз получать от меня разные корректировки и пояснения. И познавать, соответственно. И вот потом следует также, Бог ему говорит вот это, то, что в тексте называется тетраграмматон, личное имя Бога. И он ему говорит, что твой народ поймет, что ты от меня, потому что вот я тебе даю сейчас посох, который ты бросишь. И вот в русском переводе там написано, что он станет змеей. В оригинале там написано, что он станет крокодилом. И он говорит, а все-таки, если не поверят. Он говорит, но если еще не поверят, вот тебе еще одно знамение, ты положишь руку под мышку, достанешь, и она будет белая, как от проказы. То есть как будто бы у тебя рука поражена проказой. После этого ты можешь положить обратно. Таким замысловатым, если Бога. Да. И достаешь второй раз, и она... Это доказательство. Да, и она уже здоровая. Это доказательство. Нужно понимать, что это был все-таки тот век, значит, когда люди, они были очень практично прагматичными, и они, тем более, что все язычники практически, и им нужны были доказательства, что твой Бог сильнее, чем мой Бог. Да, и вот после этого он идет к фараону, он говорит о том, что надо отпустить Божий народ. Но он, правда, говорит только на поклонение на три дня, на три дня пути, и там был, историки говорят, что... Андрей, простите, я предлагаю уложиться все-таки в три минуты уже непосредственно. Да, хорошо. И в результате Моисей, он выдвигает требование, что мы должны уйти, иначе потом вот он говорит о том, что постигнут казни. И он там говорит о том, что вода сделается кровью, и там потом мы тогда, наверное, уже не будем разбирать все десять казней египетских, там следует... В общем, в результате... Надо перечислить хотя бы, мне кажется. Да, можно перечислить. Ощущений. Там, да, это наказание кровью, то есть вода становится кровью, причем у евреев она не становится кровью, она остается нормальной водой. Казнь жабами, потом нашествие мошек и насекомых кровососущих, потом пёси и мухи, потом приходит мор скота, потом язвы и нарывы, потом гром молнии и огненный град, потом нашествие саранчи, потом приходит тьма египетская, то есть полная тьма, потом самое последнее, вот интересное такое важное событие, которое впрямую уже связано с Песохом, это смерть первенцев. И вот мы подходим вплотную к Песоху, то есть вот проходят эти казни, причем каждый раз... Потому что фараон не отпускает. Фараон не отпускает, он вначале отпускает, он говорит, да-да-да-да-да, потому что ему некуда деваться, и вот эта история повторяется каждый раз. Он говорит, да-да, только вот верни всё обратно, как было, Моисей молится к Богу, Бог возвращает всё, как было, он говорит, нет, никуда не пойдёте. Я передумал, да, вот. И, кстати, историки предполагают, что это был фараон Рамсес II, которого мы можем и сегодня лицезреть в Киевском музее, правда, в сушенном виде. Итак, последняя казнь. Последняя казнь – это смерть первенцев, но вот перед этим Бог, Он говорит к своему народу, а, скорее всего, не только к своему, а, в общем-то, адресуясь ко всем... Кто верует в Господа? Кто примет это послание, да. И дело в том, что я думаю, что там евреи были в рабах не единственные, то есть там были другие, скорее всего, и разные, а чаще всего семитские народы. И вот там написано, что присутствовали также представители других народов, и некоторые из них, они поверили этому посланию. И Бог сказал, что вы должны принести Мне жертву, взять Агнца, отобрать Агнца без порока или козлёнка однолетнего, который будет некоторое время, там, несколько дней жить в вашем доме, и потом вы должны его принести в жертву. И вот кровь этого Агнца вы должны ей помазать по косякам, по верхней перекладине, и вот дело в том, что приносили жертву обычно на пороге, вот в этих древних домах, и там, как правило, находят археологи такие выбоины, типа чашечек. И оттуда шёл жилобок. Для сбора крови. Да, для сбора крови. И вот, как правило, всех этих животных, когда их убивали, их посвящали какому-то Богу, в какого? В башку, скажем так. Да, если это язычники, конечно, башку. И вот люди, которые приняли это известие, они в определённое время, когда Бог назначил, на определённую ночь, эти события должны были состояться, они, вот ещё Бог даёт повеление, чтобы убрать всё, а, нет, это в традиции уже, да. И он говорит, есть жертву. Приносят жертву, помечают, Андрей, да? Да, да. Давайте мы как бы к Песоху всё-таки. И он говорит, что нужно есть с горькими травами, как воспоминание о несвободе, о том, что Бог выводит из рабства. И следующий момент, это то, что этот агнец должен быть зажарен целиком, без сокрушения его костей. И вот там ещё должна участвовать ветка исопа, потому что ветка исопа, вот этой кистью, такое растение, которое очень-очень водянистое. И вот нужно было этой веточкой пометить косяки и перекладину, и мы уже говорили о том, что на пороге кровь есть. И тогда ангел-губитель, а в салмах есть упоминание, что это не просто ангелы, а там, скорее всего, это были такие ангелы тьмы. Они проходили по этому месту. И все, у кого он не видел в домах вот этой отметины, они погибнут. Там погибнут первенцы. Я прошу прощения, нам рекламную паузу надо всё-таки сделать. Увлекательный рассказ, но время бежит так. Давайте быстро вернёмся. Союз нерушимый Продолжаем мой разговор с представителями местной еврейской национальной культурной автономии Аллы Новиковой и Андрей Брезгин. У нас в гостях Азиз Агаев. И Владимир Сметанин. Так, давайте я сейчас подведу некий итог. Более трёх тысяч лет назад, в 2448 году, по еврейскому календарю, а сейчас, между прочим, у евреев 577 год, евреи освободились от египетского рабства. И с этим непосредственно связан праздник Песаха. И мы всё ещё подбираемся. Итак, да, мы подошли к тому, что все, кто не поверит тому, что сказал Бог, они получают смерть первенцев. Скорее всего, египтяне сказали так, что да мы не знаем никакого еврейского Бога, доплевать мы хотели. И да, мы слышали, но мы в это не верим. И в действительности проходит ангел-губитель, вот как раз это Песах, то есть проходящий мимо. И он губит всех первенцев из скота, из людей в домах тех, кто не поверил. Но те, кто принимает вот эту вот вечерю Песаха, они должны быть готовы к выходу, они одеты. И после вот этой вечерей Песаха они выходят, они уходят из Египта. И причём там они уходят не только на три дня, уходят гораздо дальше. Там шпионы сообщают, что вот они куда-то собрались совсем-совсем далеко, за пределы они выходят. И почему нужно было разрешение фараона ещё? Потому что из источников исторических известно, что там были пограничные такие укрепления, мимо которых, ну, в общем-то, даже одному человеку было довольно сложно проскользнуть. То есть поймали бы и уничтожили. Но они имеют разрешение фараона, они уходят. Фараон, узнав, что евреи пошли куда-то дальше, чем они обещали, ну, или вначале говорили, он посылает войска, потом они гибнут, когда евреи походят... Море закрывается за евреями, да? Да, перед евреями море раскрывается, а перед египтянами оно закрывается и накрывает их всех, войска гибнут. Вот и происходит избавление от вот этого иго-рабства. То есть непосредственно связано... И евреи становятся, да, свободны. Непосредственно связан Песох с избавлением... С избавлением от египтянского народа. Да, да. Правства. И многие считают, многие учёные считают, что это, в общем-то, день рождения еврейского народа, потому что он выделяется из этой общей массы Апиру, то есть вот этих там семитов и так далее, и так далее, там семитских племён. Они выделяются как конкретный народ. И вот с этого времени Бог повелел этот праздник праздновать. Праздник становления народа, праздник избавления. Ежегодно, да? Ежегодно. Ежегодно. По лунному календарю. Да, по лунному календарю. 14-го дня Ниссана должны праздновать этот день. Как он празднуется? Празднуется вот этот седр, который... То есть седр переводится порядок, это порядок празднования, порядок проведения этого праздника. Церемониал такой. Да, да, да. И этот порядок, в принципе, тоже называется Песох, это вечеря. И вот там празднуется время избавления. Для этого желательно, рекомендуется, по крайней мере, приглашать тех, кто люди бедные, нуждающиеся, или вводить в свой круг людей, которые одинокие. Таким образом оказывается милостыня. И оставляется кубок для пророка Ильяху, который должен прийти перед Машехом, как предвестник его пришествия. То есть это пророк Илья. Но вот ещё перед этим я всё-таки хотел бы вернуться к параллелям с Пасхой, которую празднуется Россия. Ну, православная, в частности. Да, православная, например. Ну, и христианская в целом. Христианская. Христианская. Вот это содержание, которое, в общем-то, оно единое. И я коротко скажу, что там есть чёткие параллели. Например, то, что люди получают спасение благодаря тому, что они отмечены кровью, или вот этот единственный вход в жилище, а окон там не было в древних жилищах, это единственный путь, как можно попасть в жилище. Он отмечен кровью. И вот эти косяки, они имеют аналогию или параллель с крестом. И вот на этих косяках есть кровь, которая символизирует кровь Мессии, и там полностью весь вход, он отмечен кровью. Причём такая чёткая параллель, что он отмечен кровью, смешанной с водой, потому что в Исопе очень много воды. Если вы помните, когда Машеох умирал на кресте, то его, как там в Писании и предречено, его кости не будут нарушены, потому что обычно умирающим на кресте перебивали голени. И человек задыхался уже, то есть всё там, просто его лёгкие сжимались, и он умирал. И из-за того, что увидели, что Машеох мёртвый, то ему не перебили кости, но ткнули в ребро копьём, и оттуда выбежала кровь и вода. То есть вот такая чёткая параллель. И он является также назван этим агнцем, то есть вот спасение через избавление от смерти, через причастность к принятию агнца и его крови, его жертвы. Окей, значит, собираются родственники, приглашают нуждающихся и нуждающихся. Кстати, я задам вопрос, не обижайтесь, нуждающихся в еврейской национальности? В общем, можно не обязательно только еврейской национальности. Понятно. То есть... И гостей тоже. Но это оказание... Да, и гостей, но это оказание милости. Ну, давайте подключать ваша послания. Про традиции празднования. То есть я пытаюсь, да, ну что, я как всегда о еде. Да, ну, да, вот наконец-то. Любой праздник – это любимая еда праздничная. Да, любимая тема. Итак, в процессе празднования Песоха, то есть пасхальный седр, предполагает определённый набор продуктов. Значит, начнём с того, что они раскладываются на специальной тарелке, которая называется Киар. Вот. Большая тарелка какая-то? Ну, она, ну, как большое блюдо в нём, она, такие, типа лунок сделан, и каждая лунка подписана. И в неё кладётся кусочек какого-то продукта. И эта тарелка должна быть кошерной. Ну, у нас всё кошерное, ну что вы, это же седр, это уже всё, предполагается, всё кошерное. Так, и так, она должна быть или помыта, или как там? Ну, конечно, обязательно, естественно, помыта. Итак, продукты пересказывайте, что они означают. Быстро перечисляем. 5 минут остаётся. Маца, которую едят в исполнении заповеди Торы. Вот она у нас на столе. Вот она, да. Дальше. Марор – это горькая зелень. Хрен, салат, латук, лук, там прочая вот такая. Харазет – это тёртая зелень, но она тоже, собственно, не очень вкусная. Тоже символизирует горечь еврейского рабства. Дальше. Харазет – это смесь из тёртых яблок, фиников, орехов, груш, в общем, овощей и фруктов. Она символизирует, напоминает глину, из которой евреи вот что-то строили, пока находились в рабстве. Дальше. Зроа – это вот то, что говорил Андрей в память о багнице. Это кусок мяса жареной. Баранина. Ну, ягнёнка, баранина, говядина. Ну да, кроме свинины, в общем-то. И бейца, кстати, возвращаясь к вопросу опять же о яйцах, они едятся в память о храмовых богослужениях. Вот. Ну и карпас – это какой-то любой весенний овощ, там, не знаю, картошка, морковка, всё что. Карпас. Да, карпас называется. Варёное, да. Ну, чтобы можно было съесть, наверное, варёное. Самое интересное, что во время Песаха положено выпить 4 бокала красного вина. Обязательно. Друг за другом? Обязательно. Ну, в процессе. Или максимум 4 бокала? Минимум. Минимум. Ну, получается как-то, ну, как-то 4, получается, собственно говоря. Понятно. То есть за трапезой, да? Да, в процессе трапезой нужно выпить, да, не менее 4. Почему именно 4? А почему именно 4? Символ тоже. Это 4 обетования Бога Израилю. Он говорит, что я выведу вас из-под игора рабства, избавлю вас, спасу вас и приму вас. Избавлю, спасу и приму. И в конце трапезы, извините, я перебила. Всё, последнее слово. В конце трапезы нужно съесть ещё кусочек мацы, который называется афикаман. Что значит это слово? Это переводится. Афикаман, ну, это вообще просто кусок мацы, который прячутся. Кусок мацы. Да, его прячутся. Да, это часть игры такой. Дети должны его искать. В конце трапезы они его находят и должны съесть. Вот этим трапеза завершается. Ну, не дети, а вообще все. Простите за кодомерный вопрос, что трапеза закончилась и праздник закончился, что ли? А я слышал, что праздник неделю длится. Это о Седере. Мы говорили о Седере. Ну, мы говорим о Седере сейчас. То есть непосредственно застолье вот это. А почему вот дома один день праздник, а не дома у евреев два дня? Вот я слышал такое, как бы, праздную. Именно Песах? Именно вот этот Седер должен быть два дня. Нет, это, скорее всего, Пурим. Там в Пуриме есть разница. Там в одном случае один день, в другом два. Я поясню, Пурим – это еще один важный еврейский праздник, который недавно отмечался, он пораньше, чем Песах отмечается. Понятно. А что говорят за столом люди? Вот, по крайней мере, у нас уже времени не очень много остается, да? Но вот эта вечеря должна завершаться словами «на следующем году в Иерусалиме». На следующем году в Иерусалиме. Ну, а вначале, как положено, молитва, благословение. В следующем году. А отличается молитва от молитвы, которые, например, мы, там, Роша Хана, там, читают, так сказать, еврейские новости? Да, сама она отличается, а благословение на хлеб, на вино, там, на еду, они, собственно говоря, повторяются всегда. Принято поздравлять друг друга. Обязательно. Как подарки. Христос в воскресе, говорит, у нас. Подарки. Да, подарки. Оказание милости, подарки, поздравления всех, там, близких, родственников и так далее, и так далее. Музыка. Да, конечно, обязательно. А как без этого? Музыка, застолье, песни. А что за радость без музыки? Да. Интересно же. Тем более четыре бокала вина. Как без музыки после четырех бокалов? Причем это минимум. Да, да, да. То есть там запрета на больше или нет, да? Просто четыре бокала – это обезон. Понимаете, какая ситуация? Да, это традиция, но дело в том, что вот есть единственный праздник в году, это Пурим, когда еврей должен напиться так, чтобы не узнавать своего соседа. Вот это нужно сделать. На остальные праздники как-то вот, ну, не напивай. Ну, Пурим уже прошел. Он прошел. У нас Песах. Да. Поэтому четыре бокала. И детям нужно пить сок. Ну, да. Да. Но нужно тоже четыре бокала сока попить. Ну, да, традиционно как бы, да. Как много пищи для размышлений вы сегодня предоставили нам, да? Спасибо большое. Как всегда. Да, как всегда. Еще раз все-таки мы хотим поздравить всех и с наступающей Пасхой. С Пасхой всех слушателей. Да, и с Песахом. Он одиннадцатого, по идее, но вы тоже будете отмечать. Он начался. Начался, да, одиннадцатого, по идее, но вы тоже будете шестнадцать. Вот опять же такая много-много культурная и многонациональная тема сегодня у нас. Да, да, да. Дело в том, что я, извините, влезу. Успеваю? Несколько секунд. Песах проходит семь дней. Семь дней? Да, да, да. Вот, выяснили. А каждый день что-то происходит или это просто мы имеем в виду, что семь дней праздник? Работать можно в эти дни? Работать там в первые, в последние нельзя. Ну как, не рекомендуется. Да. Гостей принимать. И в гости ходить. Да, и там, конечно, цикл молитв соответствующий следует и вот все, что положено по традиции. И вот в это время нельзя ни в коем случае вот этот хамец иметь. То есть, обязательно вычислить весь дом от хамеца. Нельзя есть квасное все эти семь дней категорически. Квасное. Квасное. Бродит. Квасное. 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 Да, да. Нельзя. Вот столько еще не успели осветить, а да, вот надо еще будет собраться. Пригласим наших гостей еще раз обязательно. Приглашайте. Спасибо. Спасибо. Будем очень рады. Пора завершать. На сегодня... С праздником всех и православных, и евреев. Всех с праздником. До свидания. До свидания. До свидания. СОЮЗ НЕРУЖИМЫЙ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова